Я абитуриент. Под таким названием прошла первая горячая линия на Новочебоксарском телевидении. На вопросы горожан отвечали начальник отдела образования администрации Новочебоксарска Антон Шершов, заместитель директора по учебно-производственной работе городского политехнического техникума Валентина Николаева и начальник приемной комиссии Чебоксарского филиала Московского политехнического университета Алина Ефимова. Вопросы на горячую линию поступали как от будущих абитуриентов, так и от их родителей. В настоящее время у будущих студентов есть возможность подать документы в приемную комиссию по интернету. Оба учреждения, которые присутствовали на горячей линии, предоставляют такую возможность абитуриентам. Я закончил чекоматэ по специальности обслуживания средствами техники и ампетриотных сетей. У меня вопрос для филиала Московского политехнического университета. Какие преимущества мне удастся, если я буду поступать на такую же факультет? Если вы планируете к нам поступать на очную форму обучения, у нас есть направление подготовки, которое вы назвали, это информатика, вычислительная техника, информационная система и технология, и, конечно, электроэнергетика, электротехника, управление технической системой. Если хотите вы схожие профессии продолжить, то этот срок обучения также 4 года, там не сокращается. А если вы будете поступать к нам на заочную форму обучения, у нас есть возможность ускорить свое образование и закончить наши институты, получить высшее образование в 3,5 года. Для того, чтобы стать студентом, в этом году недостаточно подать заявление в электронной форме. С прошлого года придумали еще новые понятия – это заявление о согласии на зачисление. И поэтому нужно обязательно в сочетании быть вот эти моменты. Это сумма всех баллов ЕГЭ, это минимум по трем предметам, дополнительные баллы за индивидуальное достижение, оригинал документа и заявление о согласии на зачисление. Вот для того, чтобы написать вот это заявление о согласии на зачисление, существуют определенные сроки. Сроки, о которых было сказано только что, можно уточнить в приемной комиссии ВУЗа или на его сайте. Что касается срока приема документов, то они могут отличаться у ВУЗов и СУЗов. 20 июня, как я уже отметила, мы начинаем приемную кампанию, начинаем принимать документы. Это последний день, когда все ВУЗы должны начать приемную кампанию. И у нас по срокам для бюджетников она одинакова. Получается, как в Чебоксарских и Чебуарских ВУЗах, это мы заканчиваем принимать документы 26 июля от тех абитуриентов, которые хотят поступить на бюджетные места. И 25 августа у нас заканчивается тоже прием документов от тех абитуриентов, которые хотят поступить уже на договорной основе. Новочебоксарский политехнический техникум, срок приема документов у нас до 15 августа осуществляется. Если какая-то группа не укомплектуется, то мы продлеваем срок приема документов до 25 ноября. У нас прием осуществляется без экзаменов, по среднему баллу аттестата. Отметим, в этом году в Новочебоксарске выпускается 521 классников и 1209 классников. Для них сейчас наступила горячая пора – сдача экзаменов. Кто-то, может быть, останется на осень, будет сдавать в осенний период. Кто-то, если кто не сдаёт уже осенью, то тем можно будет пересдавать только в следующем году. Ну, в целом, у нас ситуация обычно такая. Среди 11 классов аттестат получают все. Ну, единичный случай бывает, когда остаются без аттестата, не пересдают. Очень редко такое бывает. Потому что уж в старшую школу идут, конечно, те ребята, которые хотят поступать в ВУЗ. Но в Чебоксарском политехническом техникуме созданы все условия для получения специальности, которые на сегодняшний день востребованы и входят в список 50 наиболее востребованных профессий в России. Новочебоксарский политехнический техникум приглашает всех абитуриентов для обучения в нашем техникуме. Потому что в техникуме созданы современные условия для обучения. Техникум является республиканским ресурсным центром строителей. Это что означает? Значит, по направлениям сварка, сварочное производство. Также в техникуме является республиканским центром развития компетенций. Это сварочное производство, парикмахерское искусство по формату WorldSkills. Молодые профессионалы. Мы всех желающим приглашаем к нам учиться по рабочим профессиям и по специальностям. У нас имеется сайт техникума. Это npth.ru. Заходите на сайт. Для всех желающих, для абитуриентов есть там необходимая информация. В этом году Чебоксарский институт, филиал Московского политеха, принимает заявление по 9 направлениям подготовки бакалавриата и 2 направления – специалитет. Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает всех абитуриентов к нам на учебу. Во-первых, почему? Наш институт небольшой, мы как одна дружная семья. И знаем каждого студента и возможности каждого преподавателя. Мы уверены, что не бывает неталантливых детей. И мы готовы развивать каждого ребенка по своему таланту. Наши студенты могут и по учебе себя развивать. Есть возможность после окончания нашего института пойти дальше в магистратуру и аспирантуру, потому что в нашем головном вузе все эти реализуются. Приходите к нам, мы постараемся развить вас по всем направлениям, которые вы захотите. Среди дозвонившихся были не только новочебоксарцы, но и жители городов Козловка и Чебоксары. Их интересовало, сколько бюджетных мест предоставляет то или иное учебное учреждение. Какие экзамены нужно сдавать для поступления на определенный факультет. Предоставляется ли жилье иногородним, выплачивается ли стипендия. И предоставляется ли жилье иногородним, я как бы сказал, где там жить. Техникум имеет общежитие, всем нуждающимся предоставляется место в общежитии. У нас после зачисления студента на первом курсе, в первом семестре получает все академическую стипендию. При успешной прохождении промежуточной аттестации студенты начинают получать стипендию. То есть те, которые обучаются на 4 и 5, в течение всего времени обучения будут получать академическую стипендию. Еще дети из малообеспеченных семей получают социальную стипендию. За час работы горячей линии телефон практически не смолкал. Всего по теме «Я. Абитуриент» было принято свыше 20 вопросов.